Ее просто выставили из дома, без документов, без телефона. Он ее там толкнул, ударил. Полиция, видимо, и не поверила. В районе 9 часов Екатерина была убита. За это время можно было весь дом намыть, все улики смыть. Вот у него странное отношение к ребенку. На самом деле я никак не могу понять, я первый раз с таким столкнулась. Такая фанатичная любовь к ребенку. Есть шанс девочку вернуть в Россию? Она вот осталась в детском доме. Она считает, что никого вообще из родственников у нее не осталось. И не дают даже пообщаться. То есть уже откровенно, вы из России, мы вас видеть не хотим. Вот откровенный отказ, да, то есть это ребенок. Причем тут какие-то экономические там эмбарго. К нам в редакцию обратилась Светлана Болгова, мать девушки Екатерины, которую жестоко убили и расчленили в Германии. В убийстве подозревается ее муж Вальтер. Сейчас он арестован, а их пятилетняя дочь отправлена в детский дом на время следствия. Еще до трагедии Екатерина рассказывала своей матери о том, что Вальтер болезненно ревнует ее к дочери, да и в целом ведет себя агрессивно. Она хотела с ним развестись, но просто не успела. Сейчас Светлана борется за то, чтобы вернуть внучку в Россию. Но представители немецких властей категорически отказываются отдавать ей ребенка. Дочка в 2009 году отдыхала в Турции вместе со своим братом в отеле. И вот непосредственно в этом отеле она и познакомилась со своим будущим мужем Вальтером. Он и с детьми находил общий язык, с окружающими, но при этом уже тогда было как-то интересно, что его легко было вывести из себя. То есть вот что-то там официант не так подал в отель или что-то вот такое. Но это такие, знаете, вещи, на которые я особо не обратила внимания. При этом он сразу сказал, что все, Катя ему так понравилась, он обязательно на ней женится. Вот он сейчас поедет в Петербург. Ну и в результате, вернувшись в Германию, он буквально через два дня уже прилетел уже из Германии в Россию. Вот, и мне муж позвонил, что вот тут вот Катя уже приехал друг из Германии. Катя тоже сразу влюбилась? Нет, Катя как-то тоже воспринимала это как такое вот, ну, встреча на курорте. И в принципе она не планировала там ехать, стал к нам приезжать. То есть он там приедет в Германию, три недели отработает и потом берет на неделю отпуск, прилетает в Россию. Так вот он жил практически год. Договорился в Гамбурге в университете. И Катю потом, именно как обмен студентами, перевели на обучение в Гамбургский университет. А на каком она была курсе? Она тогда на втором курсе. А, то есть еще совсем юная. Она всегда могла и его как-то успокоить, когда он на кого-то там сильно обижался. Причем со своей мамой он постоянно тоже конфликтовал, там постоянно им были обиды, они ссорились часто. А вот все-таки они в 10 лет были в отношениях, правильно? Как вы характеризуете их роман? Я понимаю, что влияла мать. Но в целом, как у них развивались отношения? Было вот за это время что-то, на что вы, по-моему, его агрессии обращали внимание? Может, вам что-то не нравилось? Или из рассказов дочки? Ну, тут вот сложно сказать конкретно, что могло настораживать. Видно было, что, знаете, странные отношения, когда постоянно идут какие-то конфликты. После конфликтов он старался что-то там ей купить, чем-то ее порадовать. Или там более там серьезные конфликты, а давай поедем путешествовать. И он любил путешествовать, а намного куда съездили. Основной, наверное, пошла именно, когда уже родилась Виктория. То есть до этого и разговоров от Кати особо. Хотя нет, наверное, были. Она там тоже ссорилась, пыталась уехать в Россию. Были несколько ситуаций, когда она там уже на автобусе едет, А он мне звонит, и он там сзади этого автобуса на машине едет в аэропорт. Звонит мне, вот скажите Кате, передайте Кате. Причем, на самом деле, вот, что здесь стоит обратить внимание, что он мне часто звонил, когда были конфликты, и именно просил выступить там, ну, как миротворцем в данной ситуации, как-то уладить конфликт, поговорить с Катей. А из-за чего они ссорились в основном? Тут даже сложно сказать. Вот именно, что не было каких-то таких глобальных проблем. То есть это вот не ту тарелку дали, не ту вилку положили. Вот здесь вот он посчитал, что бардак. Он мне утверждает, что у них там дома не убрано. А Катя мне утверждает, что он не разрешает трогать его вещи. Они валяются по всему дому, и вот получается вот бардак. То есть вот кого из них слушать сложно, поэтому я никогда вот старалась в эти конфликты не влезать. Вот, а вот с появлением дочки тут начались совсем проблемы. При этом, как я их видела, но это мое, конечно, мнение, что больше всего Вальтер не высыпался. То есть у него была сменная работа. И вместо того, чтобы лечь, отдохнуть, поспать, он все время хотел, чтобы девочки были на его глазах. То есть у них там достаточно большая гостиная в доме. Как Катя говорила, я ей все время говорю, Катя, сходи, погуляй с Викой там. Причем у них же собственный дом, у них там свой сад. И рядом там есть детские площадки. Тем более Вике надо было учить немецкий язык. Поэтому я говорю, пойдите погуляйте, пусть Вальтер поспит. Она говорит, так нет, ему надо, чтобы мы были рядом. И получается, что он дремлет, дети там, Катя с Викой играют, он не высыпается, он встает растраженный, на чем-то срывается. А зачем? Она как-то объясняла это, зачем он так контролировал? А вот я с ним пыталась неоднократно на эту тему говорить, у него какое-то странное было ощущение. Вот он говорил, что у нас есть ребенок. Я говорю, ну хорошо, я не хожу на рыбалку, не могу пойти, я не могу пойти к друзьям, я ничего не могу. Я говорю, кто тебе мешает, возьми уточку, съесться на рыбалку, отдохни. Нет, у нас есть ребенок. То есть он почему-то считал, что если вот появляется в семье ребенок, то все внимание всех окружающих должно быть приковано к этому ребенку. То есть были, например, ситуации, когда они приезжали к нам, значит, в Петербург, и вот там Виктории купили конструктор, там ей где-то около трех лет. Мы сидим с дочкой, между нами сидит Виктория, и мы показываем ей, как там собирать этот конструктор, и между собой разговариваем там о чем-то другом. Но показывая Вике, Вике интересно, она собирает, заходит в Альтер и говорит, как, вы не можете общаться между собой, вы должны в это время заниматься ребенком. То есть он просто вот запрещал нам беседовать между собой, да, только вот ребенка. Ну вот такие вот странные вещи, то есть когда только Виктория родилась, я знаю точно, что пришла его мама домой, то есть ладно, может быть там ко мне какое-то отношение, но его собственная мама приходит домой, трогает за ножку ребенка, и он начинает ругаться с мамой, ты почему трогаешь моего ребенка. Ну я уже не говорю о том, что на руки давать, это он не давал. То есть он ее все время сам носил, он все сам, он прижал, уже когда вот ей уже там больше трех лет было, он ей постоянно носил на руках. Причем зимой, я говорю, ей надо ходить, она замерзнет. Нет, вот он ее несет. Это какой-то собственный его заскок или такая фанатичная любовь к ребенку? Вот у него странное отношение к ребенку, на самом деле я никак не могу понять, я первый раз с таким столкнулась. Но когда Катя сказала, что вот у нас там у Вики будет день рождения, я пригласила гостей, то папа ответил, что а можно я приду до того, как гости придут, потому что я не могу смотреть, когда дети там чужие трогают ее игрушки. Не однозначно. Ну вот, понимаете, вот это да, меня тогда просто шокировало. Екатерина уже когда четко поняла, что надо разводиться, она вот обратилась в югентант, и значит, были судебные разбирательства. А почему разводиться? Как она к этому подошла? Ну она уже сказала, что я не могу так жить. На фоне данного контроля к ребенку? Ну вот, контроль к ребенку, ей ничего нельзя. Она тоже говорит, я вот чувствую себя. При этом вот она сказала, даже говорит, ты понимаешь, интересно, пропали документы именно о моем образовании. Вот эти вот, она закончила курсы по йоге, чтобы преподавать это специально, ну понятно, разрешение, курсы. Причем, когда она была беременна, она закончила и преподавание йогу для беременных. Но затем пропадают документы по йоге, документы вот об образовании, то есть она не может ни на работу устроиться. Он тут же, конечно, говорил, что зачем тебе на работу, ведь я тебя вполне обеспечиваю, да, нельзя сказать, что он там ей что-то не покупал, что они там голодные, нет, они нормально, хорошо жили. Вот, но с другой стороны, ей тоже было сидеть в этом доме в четырех стенах и никуда не ходить. А то есть он признал, что документы забрала? Как Катя говорит, то вот эти документы, они вообще оказались у его мамы. То есть он туда-то все относил, к маме. И мать не отдавала? Вот именно, что, видимо, то ли он боялся, что она там увезет Викторию в Россию, что Екатерина сказала, что я не могу даже с Викой пойти к врачу, потому что у меня нет документов. То есть здесь как бы Вальтер всегда сразу же говорил, ну, так надо, пожалуйста, я тебя отвезу. Причем если он работал, приезжал его папа и вез папа. Катю, пожалуйста, куда тебе надо, мы тебя отвезем. Накануне решения о разводе, вы же с ней разговаривали, наверное, по телефону. Что она говорила? Как она об этом сообщила, что хочет развестись с Вальтером? И как вы к этому отнеслись? Постепенно. Началось-то это несколько лет назад, при этом в Германии развод, это не как у нас подал, и все. То есть там проходит несколько лет, и служба вот этой югентонатанты, она смотрит, с кем ребенку лучше, как. При этом Катя несколько раз уже обращалась в полицию по поводу как насилие. Ее выставляли из дома. Причем, честно сказать, первый раз, когда это произошло, она даже вот, видимо, ей настолько было неудобно. Она мне потом, только через некоторое время, сказала, то есть не сразу, что была ситуация, когда ее просто выставили из дома, без документов, без телефона. Вот дома был Вальтер и его мама. Мама пришла, и там какой-то у них там как скандал разгорелся, и Катю просто выгнали. Она пошла в полицию, но опять же к ней вот такое отношение, то есть полиция, видимо, и не поверила. Как вы на это реагировали? Вы ее поддерживали в этом решении? Ну, честно сказать, как бы с первого раза, естественно, я начала выяснять, что Катя подумает, в чем вопрос. То есть именно она говорит, я уже не могу. Он, на самом деле, постоянно недоволен жизнью, его все не устраивает. Это говорит, жить вот в этом вот постоянно. В таких отношениях достаточно сложно. То есть постоянно идут какие-то конфликты, и говорит, ну, настолько на пустом месте, что я рот вытерла не справа налево, а слева направо, ну, здесь уже, говорит, невозможно. Просто мне звонили о том, что в 6 часов вечера Катя куда-то пошла прогуляться. Это нонсенс. Ну, для нас это непонятно, да, если в Петербурге там 10 часов вечера спокойно, то, как я выяснила потом, оказывается, а в Германии нету камер. И у них на самом деле считается, что страшно после 6 вечера уже не гуляют люди на улицах. То есть, понимаете, неизвестно что. Ты постоянно находишься вот в состоянии, что человек может вот обидеться, взорваться на какой-то там ерунде. Что происходило накануне трагичных этих событий? Здесь Екатерина, во-первых, же очень просилась на Новый год в Россию. Он не отпустил Викторию, она приезжала. Вот она прилетела как раз у... Папа был день рождения 21 декабря. Вот она, наверное, 21 прилетела в Россию и пробыла вот до Рождества. Она летела, по-моему, 11 января только. А девочку ни разу не отпускали в Россию? Одну с Екатериной ни разу. Вальтеры вместе, втроем, они много раз приезжали. А 4 февраля она уже была убита. За вот эти пару недель я не знаю, какие у них там были отношения особо, потому что, значит, вот 4 февраля она мне присылает фотографию лошадки, которую они слепили вместе с Викой. И, ну, обычно Екатерина старалась звонить сама, когда там Виктория чем-нибудь там увлечена, чтобы была возможность поговорить. И обычно она это делала в выходной день. Но ни в субботу, ни в воскресенье она не позвонила. Значит, тоже вот во вторник мы начали названивать усиленно. Телефон выключен. Ну, вначале, естественно, подумали, ну, разрядился еще раз. Потом я стала звонить Вальтеру, он трубку не взял. Он не брал трубку, я перезвонила его родителям, и Борису, и Людмиле, но никто не взял трубку. И вот здесь уже стало как-то очень тревожно. При этом, что интересно, если раньше они, когда Екатерина с Вальтером там поссорились, то иногда Людмила или Борис мне звонили, а ты там вот поговори там с Вальтером или поговори с Катей, ну, как-то примири. То здесь вот самое-то, что удивительное во всей этой истории было, что они не то, что не взяли трубку там сразу, но они не перезвонили. Они так и не перезвонили за все это время. То есть единственное, звонок, вернее, не звонок от них, а только вот уже, когда уже было найдено тело, через несколько дней от свекра, от Бориса, пришло сообщение мне с соболезнованием. То есть, когда, наконец, я Вальтеру дозвонилась... Это на какой день произошло? Ну, это было, значит, 8 февраля я дозвонилась. Это вот с 4 февраля пытались до 8 дозвониться? Да. И вот 8-го мы стали с ним когда беседовать, вот честно скажу, видимо, по тому, как он говорил и по его реакции, особенно когда он мне стал рассказывать о том, что она там средь ночи собрала чемодан и ушла искать какую-то там новую жизнь. Вот, видимо, потому как он сказал про этот чемодан, я еще тогда поняла, что, к сожалению, что какая-то в чемодане. И я даже нашла этот чемодан, потом фотографию, и в полицию уже 18 февраля я отправила эту фотографию и чемодан с подписью, что ищите вот этот чемодан. То есть, он, конечно, явно там либо адвокатами был подготовлен, он следил за речью, когда со мной говорил, но опять же, прорывались фразы, что я не знаю, как сказать Виктории, вот как я скажу Виктории, что мамы больше нет. То есть, опять же, нестыковка, да, он мне говорит, что она ушла искать какую-то новую жизнь и тут же говорит, что он должен сказать Виктории, что мамы больше нет. при этом, я спрашиваю, так ты в полицию отправил, ну, сходил в полицию, написал заявление, у нас корона, типа, у нас в полицию не надо ходить, я туда позвонил, ну, прислал мне скриншот, что вот он звонил. Ну, а что он сказал? Непонятно. Но он не сразу позвонил, в полицию? Он позвонил седьмого числа, при этом, значит, ввиду того, что вот пара находилась в состоянии развода, то есть, Катя уже объявила официально, что они разводятся. В Германии есть такое, что они год минимум должны прожить раздельно, при этом, вот это вот раздельно, это очень интересное понятие, то есть, либо они должны разъехаться, но, если у них условия позволяют, то они могут находиться в одном доме, разделив там, типа, вот это моя комната, это твоя комната. Так как в конце августа Катя в очередной раз ушла вот в Югентант из-за того, что был какой-то очередной скандал, и на самом деле, как я поняла, именно там он ее там толкнул, ударил, я вот точно сейчас не могу сказать. Катя ушла вот жить в Югентант и вместе с Викторией, она там жила, к сожалению, там тоже не совсем подходящие условия, особенно для ребенка. Самое главное, уже как бы осенью у них там не принято топить, как в России, то есть достаточно холодно. В соседней комнате, то есть у них как двухкомнатная квартира была, пока еще они с Викторией в этой двухкомнатной квартире были, еще ничего, потом к ним еще подселили девушку, которая, как Катя говорит, понимаешь, она в пять утра приходит, откуда-то, непонятно, откуда, а я в шесть утра начинаю готовить Викторию завтрак, и начинаются скандалы, та кричит, что ей надо спать, а здесь бегает ребенок, вот, причем та тоже там что-то даже на Викторию там ударила или что-то такое было, такая вот ситуация, при этом Катя говорит, а что же мне делать, садики, между прочим, там тоже очень интересные, там нужно приходить со своим контейнером, с питанием, там приносить еду, то есть там мне что надо и собрать и контейнер, мне надо накормить Викторию, я не могу не выходить на кухню, Екатерина попыталась снять квартиру недалеко от садика, при этом Вальтер попытался даже поучаствовать в этом процессе, поэтому как только Екатерина устраивала какая-нибудь квартира, после чего хозяева и перезванивали и говорили, что вы знаете, мы вам отказываем, причем они могут отказать без объяснения причин, то есть ну Катя говорит либо это проблема в моем российском паспорте, либо он есть это просто договаривается, чтобы мне не сдали, потому что его задача состояла именно вернуть ее домой, чтобы она опять жила в доме, в результате ей в очередной раз пришлось вернуться в их дом и судя по всему, как мне кажется, эти конфликты в основном были на почте того, что она жестко пыталась именно выдержать вот эти условия раздельного проживания, то есть вот типа я это вот с Викторией играю, да, но мы вместе уже не живем, то есть она пыталась до него донести, что его явно не устраивает. А дочка должна была с ней остаться? После развода там совсем сложно, то есть у нее не было шансов вернуться в Россию, как она сама понимала это, то есть по закону по законам вот этим всем необходимо жить там в определенном радиусе родителям, чтобы как бы второй родителям мог видеть там постоянно посещать. То есть по ее планам было переехать в Ганновер и ну там найти какую-то там квартиру для съема и работу. И вот здесь как бы наверное может быть мы вот так анализировали да, она когда приезжала в январе мы как бы сказали, что по крайней мере постараемся ей и с там помочь материально с квартирой, чтобы она в общем решала эту проблему, потому что было видно, что уже вот этот брак невозможно примирить, восстановить. А что потом происходило? Вот он вам позвонил, вот вы поговорили. Но опять же я задаю вопрос Вальтеру, Вальтера, почему ты ее не ищешь? Он говорит, так я с Викторией дома сижу. Я говорю, хорошо, так отвези Викторией к бабушке с дедушкой и хотя бы объедь подруг, друзей, ну ты же лучше знаешь, с кем она общается. На что он мне вообще отвечает здорово. Ну сегодня у мамы по плану сауна. Я говорю, какая сауна? Тут пропала жена, о какой сауне можно говорить? То есть и волонтеры обращали внимание на то, что человек не пытался искать. Когда нашли тело? Значит 1 марта всплыл этот чемодан и действительно мне не полиция первая сообщила, а прислали фотографии жителей Премьер-Хафена, причем немцы фотографии внешнего чемодана или то, что внутри? Ну вот там была фотография сверх чемодан и вот открытом виде там синие мешки какие-то там но там нет не видно там чутко что там внутри. Вы сразу поняли, что это Вальтер? Ну я вам уже сказала, что действительно я поняла еще при нашем первом разговоре. Это да, но когда сообщили, вы уже были уверены, что это он. Да. понимаете, я потом уже, когда мне свекр прислал сообщение с болезнованиями, я перезвонила свекру, и меня больше интересовала судьба Виктории, но вот из разговора интересно, да, то есть он меня пытается убедить в том, что Екатерина там чуть ли не каждую ночь разгуливалась чемоданом по городу, я говорю, ну неужели, то есть он говорит, что неужели ты думаешь, что Вальтер мог, я говорю, а что мне думать, что она средь ночи куда-то там ушла, зачем ей ночью с чемоданом разгуливать по городу, самое интересное, что последнее сообщение от полиции, это вот в районе 5 марта с тех пор тишина полная, то есть вроде как расследование идет, никаких там ни судов, ничего нет, что там дальше непонятно, А Вальтеры задержали? Да, они задержали именно 1 марта только, когда уже вот этот чемодан нашли на берегу и значит свидетели рассказывают о том, что он там покупал огромное количество ваниша или не ваниш, но в общем для мытья там чего-то то есть за это время можно было за месяц весь дом намыть, все улики смыть естественно что там найдено непонятно но по судебной экспертизе как я поняла что смерть наступила через два часа после приема пищи судя по тем смс сообщениям которые были мне там друзьям в этот день ужинать они сели в районе 7 часов по их времени то в районе 9 часов Екатерина была убита то есть соответственно уже сопоставляя с показанием Навальтера который говорит о том что Екатерина ночью собрала чемодан с второго этажа огромный чемодан который она сама поднять не могла получается что он говорит что она так тихо спустилась он спал и не слышал я еще тогда сказала что ты мне рассказываешь как она так тихо с чемоданом с огромным со второго этажа спустилась что никто даже не проснулся но не верится а здесь получается что значит в 9 часов вечера она уже была мертва соответственно это все произошло тут дома и при этом дома была девочка то есть вот вопрос где была в 9 часов вечера Вика но я так понимаю что после того как все вскрылось с девочкой вам не давали ни разу пообщаться нет причем ситуация какая как только Викторию забрали вот 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 эта служба ее гендант я обратилась в наше консульство в Гамбурге вот здесь как бы получается что наше консульство вмешивается в частную жизнь то есть они отказали им вот единственное что сказали как вот когда девочки еще наши подходили когда Викторию забирали 10 февраля то сказали так что так как Вальтер арестован они не могут отдать его родителям но если бы я была бы вот на территории Германии то мне бы они привезли но это было в начале дальше приходит письмо и когда мы в очередной раз просим что можно хотя бы по телефону поговорить значит приходит письмо что этот представитель причем представитель который как мне пояснили назначили вот этим временным опекуном представляющим интересы Виктории она пишет о том что она была вынуждена сообщить о Виктории о том что ее мама умерла а остальные родственники в кавычках выпали из ее жизни то есть она уже заведомо сама лишила ребенка всех родственников то есть теперь понимается та же Вика о чем она думает о том что у нее вообще никого нет то есть она осталась одна а дальше вообще жестко написано о том что ввиду того что в нашей стране одно экономическое эмбарго за другим ввиду военного положения то она будет против и разговоров телефонных и передачи девочку в опеку мне то есть вот сейчас у нас вот такая ситуация то есть уже откровенно вы из России мы вас видеть не хотим вот откровенный отказ да то есть эмбарго на общение причем я как бы попыталась и ответить во первых прежде всего у Виктории двойное гражданство вообще здесь не может это ребенок причем тут какие-то экономические там эмбарго и общение в общем-то девочки вот этой несчастной девочки у которой сейчас как она считает вообще никого нет то есть она вот осталась в детском доме она считает что никого вообще из родственников у нее не осталось и эту девочку вот так вот не дают даже пообщаться хотя на самом деле вместо того чтобы да бабушка готова посылки присылать общаться и я готова приехать вот к вам сейчас подключился человек с помощью какие вам дают прогнозы хотя бы предварительные есть шанс девочку вернуть в Россию я не знаю насколько вот этих много шансов то есть читая как вообще в Германии вот югентам подходит к вопросам то есть там изымают за какой-нибудь там подзатыльник буквально да и потом попробуют доказать и отдают в другие семьи я знаю что достаточно много семей которые именно вот хотят забрать Вику и пишут туда письма свои заявки оставляют но с другой стороны все-таки да вот эта девочка которая ну во-первых она воспитывалась именно на русском языке в русских традициях так скажем то есть ей ближе проживание вот здесь у нас самое главное ну я не знаю наверное все-таки бабушка тем более которая потеряла дочь ей ну вот эта девочка это вот именно та любовь она будет к этой девочке да и уже можно посмотреть что как родители это мы нормально семья хорошая которая даст вот именно эту любовь заботу внимание рассматривает какую-то семью в Германии то есть сюда варианты либо она остается вообще в чужой семье потому что именно Людмиле и Борису как я понимаю там и полиция сейчас поставила запрет на общение и с другой стороны они намного нас старше поэтому воспитывать пятилетнюю девочку все-таки нужно и физическая форма и возраст надо все-таки учитывать хотела как раз уточнить родители Вальтера зовут Людмила и Борис они немцы или это Россия или почему они приехали несколько лет назад в Германию из Казахстана поэтому для них это родной язык русский естественно все общались только на русском и Виктория она практически немецкого не знает и как раз Катя она больше всего была озабочена этой проблемой в Югентонте нету ни одного представителя как они мне пояснили вообще знающего русский язык представьте вот для девочки сейчас это на самом деле ну да наверное там за три месяца она там подучила но самое интересное что парадоксально еще значит в этом письме написано что Виктория сказала о том что ей гораздо лучше в детском доме чем с папой с мамой сама сказала да сама сказала наш ответ мы тоже переслали в суд потому что я считаю что это полное нарушение вот именно прав прежде всего самой Виктории у нее имеется право общаться со своими родственниками пока мы монтировали это интервью нам стало известно что в Германии провели акцию поддержки местные жители просят немецких властей дать возможность родной бабушке увидеться с нучкой мы же в свою очередь не остались в стороне и подключили адвокатов международников которые изучают материалы дела мы же продолжим следить за ситуацией и подключили Субтитры создавал DimaTorzok